Знаки Зодиака Знаки Зодиака Знаки Зодиака Знаки Зодиака Знаки Зодиака Знаки Зодиака Очень благоприятная ситуация в плане поездок, приключений, могут отправляться на море, воды каким-то образом прорываться, я не знаю, куда, если что, пускают в Турцию, не знаю, на какие-нибудь острова, очень благоприятствуют. Также у рыб очень хорошая коммуникация с соседями. В этом месяце им благоприятно покупать машину, особенно это касается второй половины месяца, каких-то средств, связанных с передвижением, у рыб прекрасно покупать мотоциклы, велосипеды, я не знаю, там все что угодно связано, ролики какие-нибудь, а также айфоны. Айфоны, наверное, вот недавно уже выпустились, а также другие какие-нибудь смартфоны. Поэтому лучшие подарки для рыб будут именно аксессуары, связанные с информацией. Поэтому компьютеры, компьютерный бизнес, IT-технологии действительно у рыб могут пойти в этом месяце. Самообразование, самообучение. И советую рыбам поступить на изучение онлайн, либо оффлайн, изучение языков иностранных. Это может действительно быть хороший период открытия новых возможностей в плане познания. Поэтому у рыб очень благоприятный месяц для самопознания. Читайте много книг и самообучайтесь. Прекрасный период у нашего зодиакального знака Водолея. Все будет удаваться замечательно. Продвижение в карьере, занятие самых высоких постов, регалий, достижение целей, всего чего давно не мог добиться Водолей. Но в этом месяце действительно может пробить эти цели. Смена работы, бизнеса, деятельности, поступление на новую должность. Все очень может быть позитивно, благоприятно и будет поддерживаться хорошим финансовым аспектом. Может быть получено неожиданное предложение. Слава! Водолея действительно хорошее продвижение в плане телевидения, в плане театральной деятельности. Будет вести режиссером и действительно Водолеи могут даже выигрывать в казино. Тем более у нас совсем недавно уже открыли. И многие могут так сорвать куш, купить какую-нибудь квартиру на эти деньги. Так что друзья Водолеи, пользуйтесь этим. Крайне негативный период начинается у весов. Предательство, измены. Действительно могут надувать на деньги. Ни в коем случае не занимать, не отдавать кому-то деньги в это время. Лучше не покупать никакие картины, квартиры. Лучше остерегаться от новых бизнес-партнеров. Вот действительно у весов все может складываться не так хорошо, как хотелось бы. У дев просто разорительный может тоже быть период. Крайне сложная ситуация в плане финансов, денег. Ни в коем случае нельзя менять работу, поменять и шило на мыло. Все может быть очень сложно на новом месте деятельности. Лучше зарубичанам девам в этом месяце не ехать за рубеж. Иначе и там может поджидать какая-то неожиданная ситуация. И может срастись не все так, как хотелось бы. У козерогов очень сложная ситуация в семье. Сложная ситуация в плане понимания друг друга с женой, с родителями, с тещей. Может быть очень сложная с тестем ситуация. Или свекруха, свекровь. Какие-то непомерные ситуации, связанные с тем, что козерог может брать какую-то большую ответственность на себя в плане семейных взаимосвязей. И понимать, что зря это он сделал. Категорически противопоказано в этом месяце козерогам покупать недвижимость. Ни в коем случае. Лучше уже индивидуально, если уж нужно предпринимать какую-то ситуацию, уж индивидуально обращаться к острову. И у львов тоже не очень благоприятная ситуация. Особенно с друзьями и родственниками. Могут рушиться ситуации, связанные с друзьями. Друзья могут предавать вообще. Все сложно, трудно. Новшества, реформы, перемены. Могут проходить очень все не так, как хотелось бы льву. И лев именно тот знак зодиака, который действительно в ноябре может попадать в очень сложные, трудные ситуации. Вот я в прошлом месяце себе напрогнозировал, что у меня могут быть сложные ситуации в плане. И прямо в первый день я упал. У львов тоже могут быть страшные, жуткие падения. Поэтому, как бы, вот такая вот ситуация. В горы лучше в Гималайи не лазить им, да, в какие-нибудь там Карпаты. И они также могут заблудиться в лесу. Поэтому грибы, если львы будут собирать грибы, нужно быть очень осторожным, да, на какой-то неосвоенной территории. Собственно говоря, вот так. ДТП, несчастные случаи, и будет ломаться техника, компьютеры, телевизор может неожиданно заискрить. Вот такие сложные ситуации. Дальше у нас знаки зодиака, который попеременно может вести или нет. На первом месте здесь стрелец ему больше вести будет, чем нет. Особенно это касается ситуации, связанной с финансами, с деньгами. То есть здесь очень хорошие могут быть новые бизнес-проекты, капиталовложения. Особенно во второй половине месяца действительно у стрельцов возникает реальная ситуация порвать с прошлым и начать новую жизнь. Особенно вблизи затмения, да, которое действительно уже будет находиться в ауре этого знака зодиака. По крайней мере, вот так. То же касается и близнецов. В чем знаки у нас произойдет, значит, у нас лунное затмение, да. Вот с одной стороны все кажется сложным, трудным, невозможным, особенно в конце месяца, да. Когда лучше никуда не ездить, ни с кем особо не встречаться, не заключать важные финансовые договора. Но в первой половине месяца очень хорошо восстанавливать связи, контакты. Медленно, но упорно добиваться своих целей в учебе, в профессии, в деятельности. Могут возникать очень хорошие перспективные ситуации по работе, по учебе. И близнецам действительно в первую половину месяца может повезти. Что касается зодиакального знака рака, то в большей степени нужно обезопасить себя от несчастных случаев операций, каких-то больниц. Потому что самое большое количество несчастных случаев, в том числе и с ковидом, может быть в этом месяце именно у этого знака зодиака. Первая половина месяца категорически не приветствуются какие-то поездки, либо лечения, либо какие-то операции, которые можно отложить. Но вторая половина месяца более-менее благоприятна. Особенно это может касаться недвижимости, все, что касается дома, семьи. Благоприятно может действительно покупать какие-то земельные участки, покупать какие-то машины, либо велосипеды, мотоциклы. Хорошая ситуация может возникнуть уже немножко позже в этом месяце. Очень благоприятен месяц для Овнов. Марс становится директом в этом зодиакальном знаке зодиака. Он им же и управляет во второй половине месяца. Хорошо рисковать, делать новые начинания, открывать бизнес, строить какие-то глобальные планы. Действительно рисковать, может входить в какой-то азарт, идти на скачки, выигрывать какие-то деньги, заниматься конным видом спорта, стрельбой, я не знаю, из лука, теннисом, пойти в спортзал. Действительно очень хорошая тенденция у Овнов. Особенно в плане материальном, деятельности, работы и все, что касается коммерции. Вторая половина месяца просто прекрасна после 15-го числа, когда пропадет ретроградность Марса. А вот в первую половину месяца у Вовна могут быть очень сложные ситуации в плане переговоров, контактов. Могут рушиться отношения с любимыми, родными, могут заканчиваться отношения в плане любви, разбитые сердца, предательство, может быть, выйти наружу. То есть жена изменяла 10 лет, и вот наконец-таки Овин только как баран, вообще ни о чем не знавший ранее, узнал об этом. Вот эта негативная информация может действительно именно в ноябре месяце показываться и вылазить из прошлого. Темных ящиков и скелеты могут неожиданно образовываться для этого знака СДЯ.